Гонка мегапикселей закончилась В этом видео мы рассмотрим вопрос о динамике изменения среднего разрешения камер наших любимых смартфонов Современные флагманы теперь соревнуются, увеличивая апертуру камер и добавляя еще один сенсор Однако смартфоны среднего и бюджетного ценового сегментов продолжают повышать количество мегапикселей В результате среднее значение растет Журналисты издания GS Mareno отобрали для своей базы данных для каждого года 100 самых популярных смартфонов Затем они усреднили количество мегапикселей основной камеры В моделях с двойной камерой учитывался датчик с более высоким разрешением Как и следовало ожидать, наблюдается тенденция роста среднего числа пикселей Рост ускорился в период с 2011 по 2015 год А затем немного замедлился Это легко объяснить тем, что увеличивать разрешение камеры смартфона можно до определенного момента А затем наступает момент, когда для дальнейшего роста мегапикселей необходимо увеличивать размер датчика Более крупный датчик сопровождает более толстая оптическая система А дизайнеры смартфонов наоборот стремятся уменьшить толщину устройства Недавно фирма Samsung представила первый датчик с размером пикселя 0,9 мкм Он обеспечивает разрешение 24 мегапикселя в тонком корпусе Но в темноте, чтобы держать шум под контролем, ему приходится прибегать к бендингу Итак, чтобы представить информацию в более интересном виде Журналисты GS Marina также выделили среди топ 100 самое большое разрешение И построили еще одну кривую На данном графике отображен пик PureView Который соответствует Nokia 808 PureView и Lumia 1020 Эти модели обладали разрешением 41 мегапиксель Также на этом графике видна еще одна любопытная особенность В 2011 году максимальное разрешение упало до 8 мегапикселей Удивительное падение после двух лет доминирования 12 мегапиксельных камер В 2011 году было несколько моделей Motorola с 13 мегапиксельными камерами Но они не попали в эту статистику, поскольку продавались через Chino Telecom И не были доступны по всему миру Ну и в конце нашего видео общий вывод по данному вопросу Итак, время доказало, что HTC права Что большое количество мегапикселей не означает высокое качество изображений Сегодня большинство флагманов используют 12-16 мегапиксельные камеры Даже Sony после многих лет продвижения 23-мегапиксельных датчиков в своих смартфонах XZ перешла к 19-мегапиксельной системе Итак, мы не жалеем, что 20-мегапиксельные камеры постепенно уходят со сцены Двойные камеры кажутся более интересным решением Поскольку обеспечивают портретный режим и лучшее качество при слабом освещении Это канал Компьютерной Академии и наш партнер сайт mobcompany.info Сайт о смартфонах и их производителях Я думаю, данная информация была вам интересна Подписывайтесь на наш канал С нами будет довольно-таки весело Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!